Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. Совсем недавно, в марте 2016 года, сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области вручили комплекты экипировки, удостоверения, нагрудные жетоны и сигнальные жеты командирам народных дружин муниципальных образований Московской области. Среди них была единственная женщина, депутат сельского поселения Ильинская Светлана Хоменко, которая одна из первых в Московской области создала и возглавила отряд народных дружинников. А как добровольцы участвуют в жизни муниципального образования? Каковы перспективы развития этого движения? На эти вопросы сегодня Светлана Ивановна ответит в этой студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Ивановна, ну, если мне не изменяет память, первые отряды народных дружинников в Красногорском районе, первоотряд, вернее, появился именно в сельском поселении Ильинская. Ильинская, да. И вы стояли у истоков создания дружины, как я уже сказал. Чем руководствовались? То есть что послужило причиной создания? Ну, послужило первой причиной это то, что у нас в поселке Новом произошла страшная трагедия, произошла. У нас убили ребенка, который возвращался с учебы. По этой дороге, вернее, это единственная дорога, которая связывает поселок Новый с Красногорском. Это через Гостель-Вишневского, через лесной массив и через поле. Как бы другой альтернативы дороги нет. Поэтому все дети наши ходили в школу и учатся. Поэтому, как бы, вот там происходят бесконечные происходили нападения, грабежи, изнасилования, воровство. Ну, в результате закончилось тем, что убили девочку. Знаете, как бы, наверное, пока гром не грянет, у нас сложно что-либо возникнет. Поэтому только после этого случая весь поселок просто как будто нас разбудили всех, понимаете. Мы все собрались в центре поселка, и мы четко понимали, что надо что-то делать. То есть полиция не справлялась? Нет, полиция не справлялась. И здесь не вина полиции совершенно. Сейчас я с ними работаю очень тесно. Я могу заверить на все сто, что на одного участкового приходится такое количество метража территориальности, что он физически не в состоянии это обеспечить и сделать там безопасную какую-то жизнь для жителей. Поэтому самое страшное то, что, ну, как бы, я, как мать, я понимала четко, что надо что-то делать, но и допустить, что люди пойдут сейчас будут делать самосуд, это тоже не выход, потому что сейчас просто некоторых родителей закроют. И, ну, в результате ничего не добьешься. Почему народная дружина? Ну, просто, как бы, я не знаю, в Советском Союзе, еще при Советском Союзе, мой брат родной, он был тренер вольной борьбы, он работал с молодежью, и он был командиром, ну, тогда не командиром, он начальника отряда народной дружины был. Как бы, я просто предложила такой формат создать общественности, но, по крайней мере, мной двигала, наверное, какая-то законодательная база, потому что, ну, как бы, я боюсь вот что-либо сделать из ряда вон, выходящее за пределы законности. Вот, и, как бы, я предложила создать вот такой отряд, где мы там изначально планировали патрулировать собаками там и все такое. Вот так вот получилось, и записалось тогда, по тем временам, в пределах 80 человек. То есть, ну, достаточно много. Ну, вот, что касается законности, да, вот в СССР, как вы уже сказали, наверняка все знают, что как раз ДНД, да, была достаточно распространена в советское время, а в нынешних реалиях сложно ли было создать, то есть, юридически нормативную какую-то базу создать? Вот насколько сложно этот процесс продвигался? Ой, я даже не ожидала, что будет так сложно. На самом деле о народных дружинах как бы слышали, помнили, даже был, как бы, в каждой администрации свое положение, да, но оно лежало там на полках, перекладывалось из года в год, но когда коснулась вот такая ситуация, я была не нужна никому. Просто не потому, что никому не нужна, никто не знал, как правильно это оформить, как это все запустить в дело, потому что, ну, уже не было таких формирований. И, в принципе, я билась, наверное, месяцев 7-8, пока все-таки добилась и узаконила ее, вот. Ну, да, мы немножко опередили закон, но не немножко, а где-то на год опередили закон о принятии народных дружинах, вот. Но, тем не менее, мы его узаконили. Мой отряд был один, ну, не один из первых, а практически первый, потому что мы садиста получили под номером один, вот. Вот это... Я не хотела, как бы, делать такую рекламу для своего Красногорского района, но так получилось. Вот. Просто мы уже работали, а для меня законность имела на первом месте. И я обратилась к своему главе, Олегу Алексеевичу Синицыну. Вот. Это единственный человек, который протянул мне руку помощи, и я, как бы, ему за это очень благодарна. Вот. И что характерно, когда приехали сотрудники ГУРБ с правительством Асусской области, они были поражены, что насколько грамотно мы оформили все. У нас были удостоверения. Олег Алексеевич все сделал, как положено. То есть закупили нам удостоверение, жилетки, да, где было написано ДНД. И как бы все, он для нас это сделал. Вот. Но это было... Да, он нам еще купил рации, поставил нам такой, ну, такую бытовочку, наверное, чтобы мы там могли зимой чай попить, там, погреться, по крайней мере. Он для нас это купил, да. Вот. Вот первые шаги вот мне дал мой глава администрации. Я ему за это очень благодарна. А дальше мы уже двигались сами, потому что финансирование... Уже я стала депутатом, и я четко понимала, что финансирование сократилось у нас в голове. Как бы часть какая-то перешла в администрацию Красногорска. Вот. И как бы я уже перестала просить каких-то денег на дружину. И дружину мы содержали практически сами. Ну, основа у нас была, а остальное уже там... Мы уже там докупали, покупали сами. Ну, а какая? Вот о чем идет речь? Ну, понятно, там, чай зимой попить, да. Что еще? Какие расходы? Зимой очень сильно люди мерзли. Я очень много потирала людей, потому что все они... Во-первых, чтобы взять кого-то в дружину, я просто так никого не брала. Вот. Все проходили как минимум три месяца стажировки. Четко должны понимать, чем они должны заниматься. Это не просто вот прийти там, потусоваться и уйти. Понимаете, это серьезная работа, где люди сталкивались и с оружием, и холодным, да. Как бы и ножи в ход шли, и пистолеты. Все у нас было. И наркоманы, и группировку как бы мы помогали Красногорску с наркотиками, со спайсом. Мы очень большую работу делали, поэтому как бы мы об этом никогда не говорили. Да и зачем? Самое главное, то, что мы сделали, мы какой-то вклад внесли. И, слава богу, пришел Аркалов, начальник УВД, который просто вот такой чутко откликнулся на мою просьбу там помочь. Потому что до его прихода с нами полиция никак не хотела работать. Ну, а сейчас в каком вы взаимоотношении с полицией? Очень хорошем. Очень тесно. Как помогает, да, народным дружинам? Или наоборот, народная дружина как помогает полиции? То есть вот поподробнее об этой связи. Работаете, я так понимаю, что в тесной связке? Да. Потому что по-другому нельзя. Да. Ну, я не знаю, как помогаем мы им, но они мне помогают, как бы... Любой мой звонок реагируется моментально. Как бы любую просьбу, которую в данный момент надо, там, да. Валентин Степанович мне сразу по первому звонку все оказывает. И он четко понимает, что я просто так ничего не прошу и никогда не делаю. То же самое вот было, когда мы недавно все-таки это, ну, мы, скажем так, победили. У нас из Москвы начали возить несанкционированный сброс мусора строительного, где засыпали практически весь поселок Новый, центральный вход ГОСТа Левишневского, деревню Ивановская, прям вдоль дороги, чуть ли людям не во двор. Это глобус, гипермаркет Глобус, Москва-река, Нахабино. Нахабино узнали, что мы очень плодотворно работаем в поиске. И они вышли на нас, как бы тоже предоставили нам какую-то информацию, мы с ними. Вот, в результате мы с дружинниками, это наша была инициатива, потому что уже, как бы, дело принципа. Мы сами на своих машинах проследили момент выгрузки, погрузки. Вот машина приехала, сыпала строительный мусор и уехала. Мы за ними проследили, вычислили, так скажем, да, провели свое расследование. И были просто поражены, как бы, что с Кунцева такая управляющая компания, вернее, не управляющая, а строительная компания ПИК, это большая компания, да, для которой имидж, я думала, что это авторитет. Но как-то вот я думаю, что они себя очень сильно, не с хорошей стороны зарекомендовали, то, что все дома, которые они снесли, вывезли нам в Подмосковье. Это не делает честь такой строительной компании, как бы. И понятно, что мы, как жители Подмосковья, это дело не оставим, мы доведем до конца. Я, как депутат, добилась того, что деревня Ивановская и возле Гостоля, и возле поселка Нового вывезли сразу. Я пригласила 360, мы съездили туда, к нам никто не вышел в штаб строительной компании ПИК. Но мы позвонили по телефону, и я наводящими вопросами, вот, опять же, опыт работы в полиции, да, как бы я уже умею человека вывести на разговор и добиться нужного, что я и сделала. И мы получили признание в том плане, что строительная компания признала то, что вот они привезли, они готовы это вывезти, он это сказал в эфире. Поэтому я думаю, что работа дружинников, она полезна в любом случае, потому что полиции сейчас очень мало сотрудников, и помощь дружинников им просто необходима. Ну хорошо, а сколько сегодня дружинников? То есть я знаю, что вот, как вы уже сказали, начинали с поселка Новый. Да. Сейчас охватываете полностью сельское поселение Линское, или все-таки как-то так и осталось? Нет. Значит, для того, чтобы организовать отряд, нужно было подготовить пакет документов. Есть постановления, есть какие-то параметры. Я была тогда простым смертным человеком, и как бы я переживала за свой поселок, мне надо было спасти детей от нападения, грабежей и всего остального, женщин. Поэтому как бы у меня, я мыслила узко, да, это был поселок Новый, самая опасная дорога, которую мы патрулировали, это была вот именно лес и поле, да. Потом как бы я уже стала депутатом, я четко поняла, что надо расширять свои масштабы, потому что все узнали о том, что есть такая дружина, есть такой как бы отряд, который мы поиском детей занимались, людей пропавших без вести, вот Лиза Алерт к нам обращалась летом, мы им помогали. Вот, и машины, где которые ворованные отставили, мы тоже отслеживали этот процесс. Когда был спайс масштабный у нас в Красногорске, мы с дружинниками детей, можно сказать, собирали как грибы, и ребятам ППС отдавали, чтобы они их в скорую сопровождали. Вот как бы очень много было работы, и как-то так получилось, что о нас узнали многие люди. Вот, но почему-то никто не хочет формировать у себя эти народные дружины. Я не знаю почему, бояться или бояться, да, это большая ответственность, я сразу скажу, это очень ответственно, но с другой стороны, я другое могу сказать, помогать людям, это такое удовлетворение на самом деле. Ну, хорошо, вот смотрите, все-таки народные дружины, да, для чего они нужны, ну, на мой взгляд, обыватели, для того, чтобы меньше было преступлений, да, меньше преступлений происходило. Вот по практике, как получилось, да, меньше ли стало правонарушений, во всяком случае, давайте, если мы говорим про поселок Новый, в поселке Новом, меньше? Ну, я не буду брать масштаб всего поселка в плане того, что какие-то уголовные дела, потому что, ну, мы как бы недопущенные к такому. Ну, но то, что за два года существования народной дружины Ильинская, на, как мы ее прозвали, дорога смерти, на дороге смерти не было ни одного происшествия, я могу с гордостью сказать, что да, там не было ни одного зарегистрировано, ни в полиции, ни со слов жителей, потому что кроме благодарности мы от них, как бы не видели ничего. Жалоб, что там кого-то ограбили и даже испугали, там, или еще что-то не поступало. Как бы для меня это большая, как бы, честь, потому что мой сын ходит этой дорогой, и для меня, как для матери, это очень важно. В первую очередь мы должны были обезопасить своих детей. — Сколько сегодня человек в отряде? — Знаете, я скажу такую не очень радостную вещь, что отряд постоянно меняется. Почему? Потому что многие не выдерживают, нагрузка колоссальная, и люди уходят. Но, с другой стороны, другие приходят, меня это радует. Поэтому колеблется от 13-18 отряд вот в таком ракурсе, да, плюс-минус. Опять же, почему? На данный момент могу сказать, что мы получили, допустим, 9 униформ, потому что остальные 8 человек, я их не подала, потому что они еще не закончили проходить обучение. — Ну, вот смотрите, хотелось бы завершить чем? Я знаю, что вы участвуете в различных форумах, посвященных развитию Института народных дружин в Московской области. А есть ли вообще перспективы развития? Да, если есть, то каковы они? — Да, конечно, есть. А как же? Для того, чтобы эта организация существовала и не иссякла, потому что ее никто не поддерживает, да, вначале было очень трудно. И я реально понимала, что дружина, ну, если ее не поддерживать, она просто исчезнет. И слава тебе, Господи, в одной передаче меня пригласили как участника, я познакомилась с замечательным человеком, это депутат Госдумы Анатолий Борисович Выборный. Он был автор проекта «Народные дружины». И с того момента, как бы, я очень тесно с ним работаю, он мне помогает, его помощник Бородин Виталий Владимирович тоже. Поэтому, как бы, благодаря этим людям мы придумали создать, вернее, провести этот форум, в котором обсудили бы очень важные аспекты для дальнейшего развития народной дружины. Ну, мы должны четко понимать, что сейчас далеко не Советский Союз, и у нас нет, допустим, невозможно человека просто заставить его выйти и пропатрулировать от завода там или откуда-то, да. Сейчас идет от сердца. И таких людей очень мало, но они есть. Вот, и, как бы, я, как командир отряда «Народные дружины», четко понимаю, что за такую работу нужно людей поощрять. И в этом форуме обсуждались вопросы именно финансирования. Вот, их много. И они есть, и они уже будут. Поэтому, господа, вступайте в «Народную дружину». Значит, каждый час будет оплачиваться. Значит, дружинников уже застрахуют. То есть, малейшее какое-то повреждение будет оплачиваться. Ну, то есть, скажем так, при помощи вот таких форумов, поддержки действующей власти, да, все-таки Институт народных дружин, он сегодня выходит на какой-то более высокий профессиональный уровень. Светлана Ивановна, спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Светлана Ивановна Хоменко, депутат Совета депутатов сельского поселения Ильинская, ну и, конечно же, командир отряда «Народной дружины», опять же, сельского поселения. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»